Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым. В гостях у нас священник, протеерей, отец Михаил Хаданов. Здравствуйте! Добрый день! Сегодня поговорим о фильме с названием поп. Такое название поп, вообще по отношению к священнику, как вы считаете, это такое нормальное или немножко пренебрежительное? С 19 века где-то стало таким пренебрежительным, чуть ли не бранным. А до этого было в Балде? Нормально, да, поуп и римский папа. Может, как раз после сказки Пушкина о попе и работнике его в Балде? Со всех сторон немножко постарались, и некоторые священники тоже не были исключением. Отец Михаил, когда вас называют, может, где-то за глаза попом ваше ощущение? Ну, смотря кто. А так, конечно, иногда неприятно. Лучший священник все-таки? Ну да. Трудно было священнику в годы Великой Отечественной войны, потому что это годы как раз были насмешек, годы становления. В этом фильме показано, что как бы фашисты заходят в некое село и открывают там храм. То есть, получается, фашисты делали хорошее дело, доброе дело для России. Как ваше мнение? На оккупированных территориях, это почти вся европейская часть СССР. Немецкие войска открывали храмы. До десяти тысяч храмов было открыто. Вот. Немцев по-разному встречали в свое время. В некоторых местах, особенно на юге, как освободителей. Почему? Потому что, ну, народ, мало сказать, не любил большевиков. С чем пришли большевики в России? С убийством, ненавистью, яростью, богоборчеством. Поэтому такой власть народ не принимал. Вот. Кто открыто высказывался, кто нет. Но так или иначе, поначалу на немцев вот в некоторых там регионах смотрели, как на освободителей, которых послал Господь, как некий бич Божий, чтобы вот управить дела, все вернуть на круги свои и все будет хорошо. А потом уже через год, даже меньше, когда завоеватели, он всегда завоеватель, стали обнажаться истинные причины, то да, отношение поменялось, возникло уже там и партизанское движение, вот, которое сыграло огромную роль в достижении победы. Поэтому, почему гитлеровцы открывали храмы? Чисто прагматически. А для Гитлера не было разницы между шаманизмом, православием и сектантством, как таковым. Но он сказал, открываем, вот, возрождаем, как бы, вот эту духовность. Причем, да, действительно все равно. Причем, храмы, вот эти все открытые, не должны быть друг с другом организационно связаны. Вот эти организационные связи пресекать, чтобы не было консолидации. Поощрять сектантские культы и так далее, вот, чтобы, с одной стороны, большевикам в пику, мол, да, и для народа, что, мол, стараемся. Вот, а на самом деле расположить к себе население, выиграть войну и, тем не менее, это же население обратить в рабство. Вот в этом фильме очень красиво показано, как трудно было священнику и храм открывать, и красивейшие моменты, когда его пытаются расстрелять. Один из плохих персонажей. Полицаев, да, кажется? Полицаев, да. И красивый сыгранный, красивый сюжет подобран, как вот удалось священнику, как говорится, ну, ты меня убивай, но сначала покайся, исповедь прими. Даже такой ход, что священник, чтобы был чист. И вот этот момент, получается, вот такой духовной борьбы, как бы священник выиграл, побежал. И много таких моментов в фильме, когда священник отказывается петь, читать молитвы по усопшим фашистам, они вроде бы храм открыли. Вроде бы нужно, наоборот, их было, ну, как бы так, ну, по-доброму к ним относиться. Тем не менее, священник говорит, я не могу пропеть молитвы со святыми у покоя. Да, но он говорит, как я буду петь со святыми у покоя? Тоже вот показано, что священник, мы, честно говоря, сегодня недостаточно глубоко понимаем всю ту внутреннюю борьбу, которая происходит порой в священниках, священнослужителей. И вот в этом фильме показано, что самое важное для священника — это не согрешить перед Богом. И смотрите, что получается, его ненавидят все. Брезгливо относятся фашисты, так, настолько, поскольку. Партизаны, так сказать, наши, просто предатель, убитель. Вот, полицаи издеваются, смеются там, со свистом провожают. Но, тем не менее, да, он утверждает всем своим образом служения, что нужно быть верным Христу и находиться на том месте, на котором он тебя, Господь, поставил, чтобы по мере сил нести свет истины, помогать тем, кто в беде. Он же это делает, делает все, что может, пытается. Вот, но на фоне того, что это происходит на оккупированной территории, ну, его песни с точки зрения комиссара отряда «Партизанспета». Вот, что бы он там ни делал, он должен застрелиться или повеситься, или его должен убить. Вот, очень такое время поганое было в этом отношении. Не разбирались в тонкостях. Ну, и тоже, как говорится, в обычных фильмах про это время, когда приходит освобождение, когда приходит Красная Армия, это счастливый финал, как говорится, хэппи-энд. И, к сожалению, для священника вот этого хэппи-энда, этого финала, как счастливо, не наступает допрос наших габистов, почему ты сотрудничал с фашистами. Хотя по фильму видно, чем он занимался и как он сотрудничал. Он работал для священника, любой человек — это, в первую очередь, человек. И он ищет возможности спасти душу. А ты, говорит, признайся, ну, признайся. И тебе скостятся рук, зачастую сердечие и так далее. Он говорит, в чем? Ну, что? Опять возникает вопрос, предательство ли это? Ну, вот предательство ли это? По отношению к кому? К режиму, который довел страну до ручки и столкнул народ с Германией. Тут в данном случае не важно, кто там первый, все к тому шло. Что в одном — арийская раса, раса господ, чистой воды расизма, отвратительное явление. Что в другое — боговорчество. Шило на мыло. И поэтому оба народа лишились смысла жизни. И верхушки их руководства были предателями по отношению к истории, к прошлому и настоящему своей страны, своего народа. Они измывались над ним. Вот они предатели. Я считаю, что фильм очень красиво, ярко раскрывает образ священника. Это очень полезно сегодня всем посмотреть. Потому что сегодня тоже часто относятся к священнослужителям с недопониманием, что они делают. Как вот они находят в таких, знаете, рязах и сверху одевают филони. А тут уже и пошел филон. Только вот такие священники, которые ничего не делают. А здесь показано, что да, они, может быть, там, картошку не выращивают. Хотя многие выращивают картошку. Ну, там, не трудятся у станка, то есть не делают что-то такой тяжелый труд. Но тут показана именно внутренняя борьба и внутреннее решение человека, когда он по-настоящему силой молитвы творит, воистине, чудеса. Ну и показано, что он спокойно принимает приход Красной Армии, со смирением идет в тюрьму. Ну, у него как бы два финала. И последний финал, что все-таки он идет в монастырь, уже старец. И тоже небольшой такой момент, что сейчас тоже у нас есть проблемы. Потому что этот молодежь, которая слушает музыку, тоже его не понимает. Поэтому фильм, я считаю, его нужно смотреть. Сначала взрослым посмотреть, а потом посмотреть обязательно вместе с детьми. Конечно, наверное, начиная с возраста лет десяти. У которых есть уже вопросы такие о вере, о православии, о церкви. Молодые люди, которые с ним встречаются на пути и начинают тоже вот, ну, как полицаи там посвистывали. Они по-другому, но у них музыка, значит, у них там батюшка, монахи там молодые есть. Девушка спрашивает, ну, вот, полный такой, некий разгул такой страстей и вызов. Вот. А он смотрит, он же эту войну прошел, он уже такой видел и молодых партизан, которых вешали. Ужасно. Все молодые. И такой конец. Вот. И поэтому он говорит, дети, заходите, там посмотрим. Дети. Потому что нужно иметь очень высокий такой духовный уровень и любящее сердце, чтобы вот так обратиться к тем, кто тебе чисто внешне вот так вот начинает досаждать. На фоне дешевых фильмов и сериалах появление подобных работ это надежда, это вздох. Отец Михаил, спасибо вам огромное за то, что пришли в нашу студию. Мы обсуждали фильм Владимира Хатиненко «Поп». В гостях у нас был Пруто Ирей, священник, отец Михаил Хаданов. Спасибо, что пришли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.